Здравствуйте, наши уважаемые друзья! Сегодня я записываю, я думаю, что очень интересный разговор с Еленой Петровной Маркосян, которая запретила обращаться к ней по отчеству, только по имени. Вот я уже несколько дней это пытаюсь делать. Объясню почему. Дело не в возрасте, а дело в том, что я очень уважаю этого человека. И поэтому, собственно, мы сейчас и записываем это интервью. Для тех, кто не знает, расскажу. Значит, публично вот так мы встречаемся с Еленой Петровной, с Леночкой второй раз. Первый раз это было, когда мы писали в рубрике «Белгородские хроники» здесь и сейчас интервью по такой как бы военной тематике, потому что Елена Петровна уроженка Харькова и сейчас проживает в Белгородской области. И это было нам очень важно. Было очень важно поговорить о том, какая психология у людей, которые там, в Киеве, на Украине, поливают нас грязью. То есть что произошло с их головами, что вот они настолько не любят русских. Это такая общая тема, которую мы обсуждали в прошлый раз. Так вот, сейчас Елена Петровна, Леночка, ведет свой телеграм-канал, ведет свой ютуб-канал и так далее. То есть продолжает вести такую большую общественную работу, очень важную и очень интересную, очень такую человеческую, можно сказать, домашнюю, очень близкую. Вот очень сердечное общение всегда у Елены Петровны в ее стримах, ее видео. И почему Елена Петровна я пригласила сегодня в другую рубрику? Потому что Елена Петровна журналист, значит, обозреватель. Да, Елена Петровна, помогите мне, потому что я не запомнила. Я не обозреватель, журналист, публицист, пишу лирику, стихи. Можно, знаете, мне когда начинают, Елена, расскажи, кто ты. Я могу рассказывать долго, я этого, честно говоря, не люблю. Потому что все это за кадром, да. Вот то, что здесь, то, что человеческое, оно всегда как бы... И на Дзене, и на Дзене у вас тоже вот как раз ваше произведение, правильно? На Дзене, да, пытаюсь ставить, но там еще и не очень освоилась. Есть на Дзене, да. Можно все равно пройти, посмотреть, почитать то, что уже выложено. В общем, человек, который всю жизнь занимается, в общем-то, гуманитарными дисциплинами, скажем так. И имеет прямое отношение к тому, о чем мы сегодня хотим поговорить. Во-первых, мы с Еленой Петровной все-таки люди, начавшие свою жизнь в советском периоде. А сегодня как раз наша тема, которая как-то логически вылилась после публикации моего видео о разборе фильма «Чебурашка». То есть чем отличается советский «Чебурашка» от современного? Там это было вскользь, но тем не менее все-таки в любом случае этот фильм нас подвигает к тому, чтобы мы задумались, почему мы так полюбили Чебурашка Успенского и что было хорошего в то время. И вот о тех плюсах, которые были в советское время и в жизни, и прежде всего в искусстве, в кинематографе, в театре, в литературе, в живописи, в скульптуре, архитектуре и так далее. Вот о тех плюсах, которые сформировали, в общем-то, нас и наше понимание прекрасного. Хотелось бы нам сегодня поговорить с Еленой Петровной, то есть то, что мы хотели бы из советского периода взять в наше будущее. И вот для начала разговора я хотела бы привести вот такие факты. После того, как разрушили Советский Союз, да, он был не сам разрушен, его разрушили, он не сам, да, случился, так сказать, распад. После этого мы наблюдали создание аналогичного союза, только Евросоюза. То есть люди пошли, так сказать, по нашему пути, разрушив все у нас, да, они все сделали у себя. Разрушив наше советское образование, да, значит, в Америке, прежде всего в Англии, значит, были созданы их британские школы по той же самой аналогии. Это очень известная история, как специальные люди измеряли даже угол наклона парты в советских школах, изучали, сколько времени ведется урок. То есть изучали абсолютно вот просто досконально, как было построено наше советское образование, чтобы потом аналогично сделать у себя в Британии и в Америке. Ну, для элитных школ, да, разумеется, это уже платная была тема. Так вот, что еще из, допустим, из каких-то бытовых вещей Запад взял себе, но перед этим он, и мы тоже, да, подключились к такому осмеянию? Ведь очень долго, да, начиная с 90-х годов, у нас было принято осмеивать все советское, такое, значит, ненужное, глупое, странное, некультяпистое. Вот давайте мы вспомним про авоськи, которые начали входить в моду, мне кажется, лет 10 назад. Впервые вот у нас есть такие как бы элитные магазины Азбука Вкуса или, как же они называются сейчас, там, Глобус Гурме, вот впервые на касах стали появляться такие авоськи. Вот именно вот эти наши советские сетки, и стоили они там по 600, по 700, по 800 рублей, вот просто из ниточек плетеные. А мы же в советское время, да, как бы эти авоськи, авоськи, они были в каждом доме, это было нормально, да, пойти в магазин с авоськой. Ну, сначала сменили на пластик, да, на пластик. Вот, сейчас уже понятно, что вот проблема у нас с экологией, значит, нужно опять переходить на авоськи. Эти авоськи теперь продают, но теперь это уже мода, которая пришла якобы к нам с запада, да. Дальше, да, 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 дальше сдавать. Даже школы, да даже школы обучения стоя вообще-то для детей, если ты помнишь, есть такой момент, как раз это у нас. Так вот я сейчас пишу наш эфир на конторке базар, я стоя работаю, то есть вот это обучение стоит. Это вообще практика, да. Детей изучали, вот когда появилась такая, я не говорю эпидемия, но очень часто дети стали болеть сколиозом. Да, да, да. И для того, чтобы они не болели, им предоставляли возможность в классе учиться и сидя и стоя, то есть были пары такие и такие, и это была практика, и это очень многим помогало, и это, собственно говоря, было благотворительно влияло вообще на ребенка. И минутки зарядки были вот в нашей школе, да? Да, ой, все было, я как, ну я же вообще-то помню. Мы можем перечислять много, но я еще хочу просто перейти к кино, поэтому я сейчас быстро перечислю вот какие-то бытовые просто вещи, чтобы мы как можно быстрее уже перешли к кино. Но опять-таки эти бытовые вещи, они очень для нас важны, потому что, ну вот мы видим сейчас возврат этого всего. Сдавать бутылки. Помните, мы в советское время, ну те, кто не знает, вот рассказываем, значит, все стеклянные бутылки мы сдавали. То есть, ну перед этим мы их мыли и потом сдавали стеклотары. Получали даже за это копеечки какие-то и банки, и бутылки, да? И они потом шли обратно в производство. Потому что сегодня, конечно, вот эти горы мусора чудовищные, которые состоят из стекла, из пластика в основном, потому что, да, ну мы покупаем эти продукты, и вот мне до сих пор очень жалко это все выбрасывать. Да, я нахожу специальные контейнеры для стекла, для пластика, которые, как мне рассказывают, потом все равно сваливаются в одну кучу. Я не знаю, правда это или не правда, но вот слышала такое. А как было бы правильно их сдавать? Да, обратно в производство. Дальше. Вот очень важная вещь. Свой огород иметь. А сейчас, вот когда у нас такая химическая всякая промышленность, когда мы понимаем, сколько химии используется для обработки овощей и фруктов, иметь свой огород. Это же как здорово. И насколько все-таки выше стоимость овощей и фруктов, которые люди вырастили у себя без применения химических удобрений. Все возвращается, да, вот эти вот наши шесть соток, пожалуйста. И вот в заключение хочу напомнить про вещи, сделанные своими руками. Раньше советские женщины покупали отрезы на ткани, да, и либо шили сами, либо отдавали шить портнихи, швее, и, значит, шили все сами. Тогда, в советское время, они это делали, потому что в магазинах еще не было вот такого ассортимента, который есть сегодня. А сегодня мы начинаем это делать, и уже многие люди давно уже на это подсажены, потому что, наоборот, мы не хотим выглядеть как все. Мы хотим выделяться, мы хотим индивидуальности, и поэтому уже начинают шить сами. И не говоря уже о том, что вещи сделаны своими руками, конечно же, дороже, чем купленные в магазине, потому что это свое. То есть мы стали ценить вот то уникальное, ценное, то, что отличает нас от других людей. Значит, то, что... А теперь мне хотелось бы перейти вот к нашему кино. Значит, чем же нас привлекает сегодня советский кинематограф? Я могу сказать сразу, что, конечно же, я обожаю советское кино. Но я считаю, что в советском нашем кинематографе настолько много примеров для подражания, то есть моделей поведения, которые крайне необходимы нашим детям, что вот какие-то уже несовременности, связанные, может быть, с построением кадр, с ритмом фильма, но про ритм я чуть-чуть попозже тоже скажу. Кажется, что это... Современному зрителю кажется, что это скучно. Но однако же современный кинематограф, на мой взгляд, сегодня не предоставляет своим зрителям правильной модели поведения и взаимодействия друг с другом в обществе, в социуме, в семье. Не дает правильной модели поведения между мужем и женой, между родителями и детьми, между мужчиной и женщиной. Это вот очень важные вещи. А где же нам учиться быть людьми? Где нам учиться быть родителями? Быть правильной женой, правильным мужем? Ведь этому не обучают в школах, но нигде этому не обучают. Если только какие-то психологи платные, об этом не хотелось бы, конечно, говорить. То есть а кто? Или в семье. Поэтому, в общем, передаю теперь слово Леночке и спрошу ее, что Леночка, вы хотели бы взять из Советского Союза в наше будущее? Ну, я все-таки могу сказать, что очень многое из того, что было в Союзе, я для себя не потеряла. Вот есть какие-то вещи, которые как бы, мечты какие-то, которые были там оттуда, и образ жизни, и отношения к людям, и я это не растратила. А то, что вот внешне, то, что давал Союз внешне, да, вот я бы хотела многое вернуть. Не только систему образования, которая должна быть адаптирована в изменившиеся условия. Самое главное, чему не учат наших детей, это приобретение опыта, навыков. Навыков учиться, навыков трудиться. Вот это самое главное, потому что если нет навыков, то все теории заканчиваются сидением на кровати с каким-нибудь компьютером, большим, маленьким телефоном, все что угодно. И получение впечатлений затмевает перед ребенком, все, мир затмевает. Затмевает самого себя, когда он не понимает, что то, что он увидел на экране, это не просто некое движение и действие, а это то, что может делать и он. На подсознании, вот ты говоришь, что они там перенимают нашу систему образования, конечно, они перенимают эту систему образования. Более того, на частных каналах они показывают социальную рекламу, я об этом рассказывала. И эта социальная реклама не такая, как у нас, купи, 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 купи. Нет. А показывают, как человек может из заготовки сделать произведение искусства. Лошадку, детскую каталку, да, или отремонтировать какой-то стол, стул. Вот труд руками. Или там связать. Я когда только зашла первый раз в Фейсбук, я искала и на такие вещи. У меня была там целая серия фотографий, календарей, где на кукол были вязаные платья, связанные руками. Невероятной красоты просто. Костюмы разного времени, разного века, для разных времен года. Это все было руками женщины сделано, понимаете. Сейчас даже кулинарные сайты и видео пользуются популярностью. Почему? Потому что ребенок как бы, вернее, человек может научиться там чему-то, у кого-то. Именно навыкам. А ребенка для того, чтобы научить его навыкам каким-то, да, для этого. Вот здесь нужна школа. Потому что без школы, без коллективистского воспитания это нельзя сделать вообще. Когда ребенок не соревнуется в том, что ему папа купил с мамой, да, как он надет и какие у него гаджеты. А начинает соревноваться в том, что он может сделать для кого-то. Вот это важнейший навык, который утрачен сейчас в нашем обществе. Сделай для кого-то, для людей. То есть чем ты можешь, что ты можешь показать, что ты можешь сам сделать. Вот этого не хватает. А что же относительно кинематографа, то я скажу для меня, самым, самой большой утратой советского кинематографа поначалу была музыка. Вот каждый фильм, который выпускался тогда в советское время, даже сериалы, когда стали снимать, для живого озера, мы эти песни знали, слушали. Это была вот мелодия фильма, и вот душа раскрывалась в этой музыке. Или комсомольцы, добровольцы, да боже мой, мы все знали эти песни. Мы их пели, они становились нашими. Каждый фильм нес эту ноту. Вспомни даже, по-моему, городской роман, что ли, где «Ты у меня одна» была песня, впервые прозвучала. Или роман «Совлюбленный», где из тигней в Трубача играла. А «Ты у меня одна» – это «Ты у меня однословным ночей луна», да? Да, да. Это фильм Дмитрия… Городской роман, по-моему. Нет, 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 это фильм Дмитрия Астрахана, сейчас вспомню, название скажу. Ну, просто я говорю, что вот все наши самые любимые фильмы, даже возьми там боевики, ну, не боевики, мы не снимали там в советское время, не боевики, но о разведчиках, да? Я «Весеннем лесу» Ножкин пел, пел «Березовый сок» или «Семнадцать дневнений весны». Да, конечно, конечно. Ну, все, ну, музыка, вот отсутствие музыки, я смотрела, как-то сняли сериал, по-моему, снимала «Украина», детективный. Ну, я не специалист в режиссуре там и так далее, я не этого уровня человек, но меня просто била, убивала музыка этого фильма. Я выключала его, потому что я не могла ее смотреть. Она не то, что… Она не играла роль какую-то, она не несла какую-то ноту. Почему я не могу смотреть последние «Звездные войны»? Там же просто ничего нет, кроме орущей, ритмичной, забивающей все музыки, причем громкой, которая заглушает все. Это убивает идею, смысл и все на свете. Поэтому вот то, что потерялось первое для меня, это приход фильма как произведение искусства, которое имеет свое звучание не только в словах или в чем-то, вот в музыке. Это очень для меня была большая потеря. Поэтому, когда я смотрю там фильмы какие-то, я хочу услышать, я хочу услышать. Не просто сопровождение какое-то, да, а вот это звучание. Чего еще мне не хватает? Это качественно снятых театральных постановок. Я считаю, что снимать театральные постановки, это надо иметь особый талант, это должны делать профессионалы. Даже если это выносить в павильон для того, чтобы передать просто именно театральность и в то же время все, что там дает и театр, и кинематограф тоже, вот этого тоже мне очень не хватает. Помнишь, были такие? Это жанр телеспектакль, это так и назывался, жанр телеспектакль. И вот я сейчас, значит, посмотрел фильм, так и назывался «Ты у меня одна», это фильм, не помню, там, то ли 83, то ли 83-го, то ли 93-го года. Ну да, «Ты у меня одна» словно начало на «Та-та-та-та-та-та». Замечательный фильм. И так, все, пока буду молчать. Нет, я просто говорю потому, что каждый фильм, да, вот каждый фильм, я помню, очень тяжело смотрела роман «Совлюбленный» с Естегнеевым трубачом, да. Вот двухсерийный фильм. Я его тяжело смотрела, потому что я не понимала эти надрывы, переходы, какие-то резкие звучания. Но вот чем дальше, тем с большим наслаждением я его смотрю. Какую там огромную роль играет музыка? Ну просто вот эти эксперименты, поиски, черно-белая часть фильма, цветная часть фильма, вот рождение любви, влюбленность юношеская. Ну вот для меня как бы было многое, что в этом фильме. Поиск, во всяком случае, творческий, я это ощущала, я понимала, какую роль в этом играет музыка. Фильмы без музыки, без звучания глубокой и действительно красиво поданной музыки, это полуфабрикат, «Терзац». Вот в советское время старались вот этого не допускать даже в детективах. Ну вот так было. Сейчас хочется, чтобы это вернулось, и я смотрю, что это уже периодически возвращается. Да, но в том-то дело, с каким смыслом это возвращается? Даже если они вот эти песни ставят, то они совершенно с другим смыслом. А кино, как и любое произведение искусства, это всегда есть социальный инжиниринг. Любое произведение искусства так или иначе показывает модели поведения, по которым должно жить общество. А какие модели поведения показывают нам современные фильмы? Даже если туда возвращаются песни, чему они нас учат? Вот это же самая главная задача. Вот очень сложная. Вот понимаете, Оля, у меня ситуация здесь такая. Я, например, очень много думала над гуманитарной нашей средой, в которой мы живем. Я вижу, как учат наших детей читать. И я понимаю, что если их учить читать так и дальше, да, то они будут ненавидеть чтение. Не просто не уметь читать, а ненавидеть как процесс, как это произошло и что это произошло. Я не хочу искать виноватых, я не хочу разобраться. Я хочу, чтобы выбросили все, что сейчас есть и взяли буквари 56-го года, 46-го года и так далее. Когда люди, получив образование послевоенное, подарили невероятную плеяду писателей, вот если взять даже Стругацких, вообще провидцы, я перечитываю сейчас. Я не говорю, что они идеальные писатели и совершенства, но то, что они создали, это было невероятно. А потому что был жанр научной фантастики, которого сейчас уже нету. Был жанр научной фантастики, а сейчас фантастику сменили в фэнтези, а фэнтези – это прямая противоположность фантастики. Понимаешь, вот в чем еще идет вопрос, что не только там сменили фэнтези на фантастику. Фантастика, она вообще умирает, потому что она все равно, что бы ни написала, и фэнтези тоже – это просто пересказ сказок. Это формирование и конструирование виртуального несуществующего мира, в который пытаются внести современные отношения, современные интриги, не более того. Нет, там просто разница очень большая. В фэнтези всегда прогресс движется за счет каких-то сверхсил, но никогда не с помощью усилий самого человека. А в научной фантастике в основном всегда, вспомним там Ивана Ефремова Кмер или тех же самых Стругацких, это всегда в результате преодоления человеком каких-то препятствий, в результате мысли человека. И там всегда как бы человек – хозяин своей жизни и хозяин своей судьбы. А в фэнтези, этим-то и отличается, что в фэнтези ты никто без помощи магических сил. Гарри Поттер, Хроники Нарнии, ну, можно… Да, все, это да. Вот. Для меня фантастика, я отличаю, да, фэнтези, вот, я отличаю. Для меня есть какие-то маркеры, ну, свои определенные вещи, маркеры, не маркеры, извините, вот, если это настоящая вещь, настоящее произведение, достойное внимания, там всегда есть диалог и монолог, который задает рамки человечности, смыслов того, что мы делаем. Вот «Солярис» я пересматриваю с Банионисом тысячу раз, потому что это там есть. Я не могу смотреть экранизацию «Пикника на обочине», да, который у нас «Сталкер» сделали, именно потому, что самых ценных диалогов, самых ценных описаний в этом фильме просто нет. Понимаешь, их там нет. И здесь вот, насколько художник, который берется что-то снимать в кинофильме, насколько он способен мыслью, так сказать, мизансценой, всем, чем он может, да, подать, задать вот эту рамку для диалога, для рассуждения. Насколько это имеет фон, какой это имеет фон, насколько это провоцирует человека именно к вопросам о себе. Ведь искусство – это то, что ты задаешь вопросы себе, то, что будет в тебе способность обращаться к себе самому, а не к тому, что там тот виноват, этот плохой, еще чего-то и так далее. Я очень сожалею, что сейчас мало кто, извини, сейчас вот тут у меня, мало кто сейчас вообще подает, просила же не звонить, ну вот видно, кому-то очень нужно. Сейчас мало кто занимается, думает о том, что вся гуманитарная сфера и прежде всего люди, как мы их называем богемная среда, да, люди, которые являются театралами, кинематографицами, они относятся к категории как бы волковичей шкуре. Он способен и это знать, и то знать, и переодеваться, и нести что-то, что он может быть. К сожалению, вот этому архетипу придает какое-то резко отрицательное значение, что это какие-то двуличные люди. На самом деле это совсем не так. Это люди способные творить образы. И вот когда я говорю о том, что эта среда абсолютно осталась без внимания смыслового, как это должно развиваться, то это действительно большая и большая проблема. Ну, я говорю, что там должна быть какая-то цензура, допустим, да, должна. Но дело не в цензуре, дело даже не в том, что мы хотим увидеть. Я не могу сказать, вот покажите мне это, да, для этого как бы я должна в школе хотя бы получить основные азы знания, чем, скажем, сказка отличается от стихотворения, отличается от пьесы, чем эссе отличается от заметки, чем публицистика отличается от лирики. Даже этих стартовых знаний наши дети не дают. То, что они там читают, они читают тексты. Вот, понимаешь, да, если они читают тексты, ну, можно как бы дальше не разговаривать. То есть здесь надо менять всю систему образа. А людям, которые вот внутри этой творческой среды, они должны подумать о том, как живут люди, которые это творят. Ты понимаешь, почему? Потому что вот эти все лифты, лестницы, как мы говорим, да, человек может всю жизнь проработать в каком-то маленьком театре и потом быть нищим всю жизнь только потому, что он любит свое дело. Вот здесь, если он делает что-то ненужное, так давайте тогда скажем, что это никому не нужно. Если он является неотъемлемой частицей вот этой всей богемной среды, когда он занимается творчеством, делает то, что он может, способен, чтобы подарить что-то людям значимое, творить, да, вечное, доброе, прекрасное, как ему там принято говорить. Так вот это творение, оно же должно происходить везде. Должны быть открыты для таких людей возможности быть с детьми, приобщать их к искусству. Я, ты говоришь, в советское время, да нас все время в театры водили. Начиная вообще с четвертого класса, я знала, папя, все абсолютно, все театры, все постановки, все кинотеатры, мы не могли без этого жить. Что сейчас видят наши дети? Боже мой. Интернет-телевизор. Я не против интернета, я не против телевизора, понимаешь, да, я за, но тогда давайте все-таки вернемся к понятию навыков, восприятия живого, потому что живое искусство, это другое, чем то, что ты видишь на картинке, это другое, это тебя подталкивает всегда думать о том, а кто ты вот рядом стоящий? А что это за человек? А как это он играет там мужчину или женщину или собачку или кошечку и так далее? Не только кукольные театры, вот эта часть жизни, она должна найти тоже достойное место. И здесь есть очень серьезные проблемы, которые связаны с цензурой, с тем, что мы даем детям, что мы несем в это общество. У нас, например, когда я жила еще в Киеве, самым большим, как бы, большой темой для насмешек была цензура на порнографию. Можешь себе представить, они брали людей каких-то, те просматривали всю эту порнографию, определяли, это эротика или порнография, запрещали порнографию, разрешали эротику. У тебя брови поднимаются, удивлена? А я себе представила этих людей. Понимаешь? Я себе представила этих людей, бедные эти старички, которых посадили смотреть это, вот это все, что идет в интернет, для того, чтобы определить, где есть что. Почему? Потому что покупается все, покупается вся продукция, покупается то, что самое низкопробное, дешевое, все забито, я не знаю даже чем. Почему мне нравилось смотреть американские фильмы? Я вот сейчас тебе просто скажу, на примерике вышел. Они уникально могут обозначить проблемы отношений. Они не знают, как из них выходить. Они не знают, как их показать. Но самые классные фильмы, настоящее кино у них, не популярно и неизвестно. Понимаешь? Вот я, например, «Дикое сердце» смотрела у них фильм про мальчишку, который вырос с волками. Это не Маули, нет. Он полюбил девушку, а у него было больное сердце. Ему сказали, ему нужно делать операцию на пересадку сердца. И он не захотел, он умер, но он не захотел, потому что он думал, что если он начнет, ему поставят чужое сердце, он не сможет ее так любить. Кто у нас показывал этот фильм? Разве он у нас популярен, его кто-то знает? Да ничего подобного. Нам показывает человек-паук, девочка-крыс, кошка, еще чего-то. Какие-то насекомые человекообразные, понимаешь? Отсюда вырывается чужое, всех поедает, там всех убивает, вот такое. Но они делают и такое кино. Они его делают реально. И меня потрясают такие сюжеты. Когда уже он умер, она заходит вот в комнатку, где он жил, и она чувствует, что это он, это его мир. И ей в этом мире было даровано вот это место, вот это счастье, любить. Его любовь там жила, к ней. Вот это сумел передать режиссер, оператор. И для того, чтобы эта школа была, нужно, чтобы человек, который учится снимать телевидение, фильмы, спектакли, чтобы он понимал, насколько значима его работа. Что ты не халявщик на свадьбу. Понимаешь? А что ты творишь продукт для людей. Вот это для меня важно. Чего этого сейчас... Хорошо, что сейчас проводятся конкурсы, там устраиваются фестивали всевозможные. Я очень рада этому. В Украине этого вообще нет. Просто нет. Но мне кажется, что этого мало. Мне кажется, что этого мало. Я думаю, что самое главное, что сегодня вот, как сказать, зреет общество. И для чего, собственно, вот мы записываем этот эфир. Когда мы начинаем уже открыто и совместно размышлять над смыслами. Вот, допустим, два года назад Институту развития интернета ИРИ отдали, по-моему, 15 миллиардов рублей для создания патриотического контента. Я еще тогда сказала, что это, с одной стороны, это нужно, это прекрасно и так далее. То есть необходимо нам уже смотреть и показывать нашей молодежи фильмы, которые побуждали бы вообще задуматься о стране, в которой ты живешь, о том, что такое хорошо, что такое плохо и так далее. Но прошло два года, и мы видим, что создание этой продукции отдали людям, которые не очень понимают, что и как нужно делать. И в этой связи у меня постоянно приходят мысли, что, может быть, лучше бы они какие-то фильмы вообще бы не делали, чем делали то, что потом нам придется исправлять. Потому что те мысли неправильные, неправильные, так сказать, образы, символы и знаки, какие-то идеи, которые они посеяли, потом же нужно будет все равно трансформировать в правильное. Я вот условно говорю, что если мы задаем неправильную модель поведения между мальчиком и девочкой, то есть имеется в виду, что, не знаю, там, допустим, сожительство, ничего там страшного нет. Ну ничего, что это будет там в 13-14 лет. Подумаешь, в Европе так давно. Я, к примеру, говорю, я, к примеру, вот такая модель поведения. То сколько же потом мы должны снять еще фильмов для того, чтобы, так сказать, искоренить эту неправильную, недопустимую мысль для того, чтобы вернуть все-таки нравственность в нашу жизнь. И романтику вернуть еще хочется. Да, потому что это все имеет отношение к расчеловечивающим технологиям. Они известны и опробованы на Западе. И вот они такой широкой бурлящей рекой хлынули в нашу страну. И поэтому мы, которые, вот у нас сохранился вот этот камертон, потому что мы дольше прожили в нравственном обществе. Если в Европе вот этот вот раскол начался в 60-х годах 20 века, то у нас в 90-х, да, то есть у нас еще была вот эта как бы разница в 30 лет. И мы еще помним, что такое нравственность. И вот эти нравственные устои в нас живы. И мы можем сказать молодежи, ты неправильно поступил, а вот нужно вот так вот. И мы можем объяснить, почему. А вот на Западе, к примеру, такой возможности уже нет. Вот. Так вот, возвращаясь к тому, что сегодня мы говорим о том, что бы мы хотели взять из прошлого. И я, наверное, попросила бы вот этот эфир как бы продолжить, да, то есть эту тему продолжить. Потому что у нас осталось буквально две с половиной минуты. Мы не успеем дальше развить, но тема очень важная. То есть мне кажется, вот каждый для себя должен понять, чем он сегодня кормит. Какой информационной едой он сегодня кормит своего ребенка. И вот мне кажется, мы вначале-то не сказали одну такую очень важную вещь о том, что вы-то работали при администрации Кучмы как раз вот по очень такой важной специальности. Как она точно называется? Ну, я тогда возглавляла официальное интернет-представительство. Это было первое вообще-то в мире так называлось. Официальное интернет-представительство президента. И в управлении информационной политики. То есть я ведь по образованию технария системный аналитик. Это в журналистику я пошла в 97-95 год. А также я технарием была. Это учила ребят работать с информацией, разбираться, чтобы рамки существовали. Вот для меня понятие рамок для информационщика, для человека, для журналиста – это очень важное понятие. Когда ты что-то можешь сказать, когда ты чего-то не можешь сказать. Конечно, с возрастом все можно утратить, но рамки все равно остаются. Понимаешь? И когда я захожу, допустим, в кафе и вижу меню – это блюдо нравится Богу. Ну, я не знаю, может, кому-то это нравится. А меня, я считаю, что не поминать надо всю. И вот как-то есть какие-то вещи, которые делать просто нельзя. И такие вот какие-то вещи, какие-то камертончики, они для меня всегда существовали. Я думаю, что нам есть о чем поговорить о советском времени. Очень, очень даже, да. Не для того, чтобы мы хотим… Вот когда мне говорят, ты хочешь вернуться в Советский Союз. Я говорю, я не хочу туда возвращаться. Но я не хочу потерять то, что он давал людям важное. Конечно, конечно. То, что он сделал нас самым сильным народом в мире, в человечестве. Мы стали самой образованной нацией, самые читающие. Мы сейчас на порядок умнее, чем они. И они это видят и понимают. Ну, а теперь дело за малым, да. Важно, чтобы мы сами об этом вспомнили. Кто мы, что мы, откуда мы. Вспомнили, то прекрасны. Вот, собственно, в этом и, мне кажется, может помочь наши эфиры. Вот. Тогда я желаю всего хорошего нашим зрителям. Пишите, пожалуйста, ваши вопросы. Что вас интересует? На какие мысли вас натолкнули наши размышления? Ну, всего хорошего, да, Леночка? Да, и вам всего доброго, Оленька. Я была очень рада повидаться, поговорить. Считаю, тема очень важная. Ее не нужно останавливать, потому что молодежь не верит, что мы могли так жить. Да. Вот будем рассказывать, что это была правда. Да, что это была правда. Спасибо большое. До новых встреч. До новых встреч, друзья. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...